О том, что ремонт можно только начать, Ольга и Владимир Путинцевы знают не понаслышке. Супруги переехали сюда больше 20 лет назад. Шесть из них ушло на то, чтобы превратить небольшой домик в 40 квадратов в уютное родовое гнездо. Достроили несколько комнат, кухню, санузел, сами провели все коммуникации, обустроили теплицу, баню, зону отдыха. Дали образование детям, а потом уже решили, что нужно достраивать. И вот в два этапа пристраивали. Конечно, трудно это все досталось, потому что и в кредитах были, что скрывать. Выплачивали, устроили так, чтобы это был родительский дом. Своим домом, конечно, мы дорожим. И хочется, чтобы наш дом достался и внукам, может, и правнукам. Но на днях маленький рай, так местные жители называют свой микрорайон, превратился в пороховую бочку. Совершенно случайно выяснилось, что статус их территории изменился. Абсолютно случайно муж пошел на почту отправлять письмо, решил посмотреть, как там вообще дела у нас в администрации. Купил газету, открывает, а там, в общем-то, наш район. Он начал читать и выяснилось, что наша земля поменяла назначение. То есть она была под индивидуальное жилищное строительство, а стала под застройку средней этажности. Это значит, в любой момент сюда может прийти инвестор и на месте двух сотен старых частных домов возвести новый жилой квартал из многоэтажек. Жители опасаются, что это особенно выгодно сейчас, когда частный сектор оснащен всеми коммуникациями и инфраструктурой. Неподалеку два крупных гипермаркета, школы, больницы, детские сады. Домовладельцам в этом случае предложат продать свое жилье. Однако возможному переезду или соседству со стройкой здесь не рады, даже в самой призрачной перспективе. Это очень сложно воспринимать даже морально, говоря о том, что многие пожилые люди расстроились и даже вызывали кому-то скорую помощь. С требованием вернуть статус-кво люди обратились в мэрию. Чиновники уверяют, причины паниковать нет. Возможность переделывать частный сектор в градостроительные документы закладывают на всякий случай. Но никакого насилия. Мнение жителей, проектировщики учтут. Была такая программа регенерации, где застройщики хотели в центре взять площадки со сносом. Все как положено. Все по закону. То есть выкупив вот эти вот ветхие аварийные дома и построив там жилье, которое соответствовало бы сегодняшнему уровню. Понимаете? Но, к сожалению, вот пока у нас в силу экономических, прежде всего, возможностей, ну не пошла эта программа. Но, тем не менее, перспективу такую оставлять надо. Для того и проводятся публичные слушания, чтобы услышать людей. Проектировщики, они слышали. Они посмотрят. Я думаю, что, скорее всего, вопрос будет решен положительно. Отслеживать судьбу земель жители Амурского поселка смогут через сайт мэрии. И делать это намеренно очень пристально. В случае необходимости свою точку зрения готовы отстаивать. И в суде. Елена Смирнова, Андрей Тиханович, 12 канал. Продолжение следует...